Всем привет! В эфире «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Надежда Мещерякова. Как обычно, в это время на телеканале «Универт ТВ» я и мои коллеги подготовили для вас самые интересные новости из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Смотри сегодня в выпуске. Обзор выездной серии хоккейного клуба «Акбарс» и матча «Сочи-Рубин» в российской премьер-лиге. Чемпионат АСБ, дивизион Республика Татарстан. Первые матчи Казанского федерального университета на турнире. Казанская волейбольная лига. КФУ против сборной «Академия-2». Обзор заключительных матчей 1-4 финала в Кубке университета по мини-футболу. Сборная отыграли, пора возвращаться к клубным чемпионатам. «Акбарс» провел первую выездную серию из трех матчей «Динамо-Рига», «Спартак» и «Торпедо», а футбольный «Рубин» отправился на Черноморское побережье в гости к Сочи. Наш спортивный обозреватель Амир Савира все матчи посмотрел, проанализировал и сейчас подробно о них расскажет. Всем привет! Начнем сегодняшний обзор с матчей Казанского «Акбарса», который после паузы на игры сборных уже успел провести выездную серию. Первым идет матч против московского «Спартака». В ней была забита всего одна шайба усилиями Никиты Доняка. Нападающий «Акбарса» протачил шайбу в чужую зону, проехал вдоль ворот и без шансов для голкипера поразил ворота. 1-0. Несмотря на то, что забит всего один гол, игру нельзя назвать скучной. Команды за весь матч заработали 10 удалений, но реализовать большинство ни одной из команд так и не удалось. 1-0. Минимальная победа гостей из Казани. Из Москвы отправляемся в Ригу, где казанцев ждал местный клуб «Динамо». «Акбарс» решил исход встречи уже в первом периоде, забросил три шайбы и вел игру по счету. На пятой минуте с передачи Александра Бурмистрова отлучился Артем Лукаянов с помощью добивания. А меньше чем через две минуты защитник Стивен Кемпфер получил пас от Кагарлицкого и щелкнул в одно касание, точно в ближнюю девятку ворот хозяев. В конце периода «Акбарс» довел счет до крупного. Кристиан Хенкель набросил на ворота и попал в конек Джордана Уиллу, после чего шайба залетела в ворота Йохана Матсона. На 13-й минуте третьего периода Тимуру Белялову все-таки не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Мэтью Лорита открыл счет для своей команды. 3-1 победа «Акбарса». Через день «Барсы» отправились в последний матч выездной серии в соперниках «Нижегородская торпеда». В середине второго периода «Акбарс» ввел в два гола. Сначала на первой минуте матча не без помощи защитника хозяев забил Данис Зарипов. А на 32-й Дмитрий Кагарлицкий с Джорданом Уиллом выбежали вдвоем на вратаря и последний его переиграл. В оставшееся время «Нижегородцы» смогли отыграться. На 32-й отличился Дамир Жафяров, а на 46-й Данил Виряев. Игра перешла в овертайм, в котором «Акбарс» оказался сильнее. Кирилл Петров бросил с выгодной позиции и заработал 2 очка для своей команды. 3-2 казанцы одержали 3 победы в выездной серии. А теперь перейдем к футболу. Казанский Рубин в 15-м туре российской премьер-лиги встретился с Сочи. Счет открыли хозяева на 27-й минуте первого тайма. С помощью навеса со штрафного от Кристиана Набоо Родриго замкнул мяч головой ворота Юрия Дюпина. Через 4 минуты Солтмурад Бакаев протащил мяч по левому флангу и отдал пас на линию штрафной, где Оливер Абельгор мощно прострелил в дальний угол. На 81-й Андрес Дрейера вывел казанский клуб вперед. Нападающий убрал защитника и попал точно в открытый угол ворота Николая Заболотного. 2-1. Рубин берет важные 3 очка на выезде. На этом наш обзор завершен. С вами был Амир Сабиров. До новых встреч. Переходим к студенческим темам. На этой неделе все началось с баскетбола. Женская и мужская сборная Казанского федерального университета стартовали в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола дивизион Республика Татарстан. Соперник Кнету Каи. Первыми на паркет Уникса вышли женские сборные. С самого старта девушки из КФУ захватили лидерство. Первая четверть 23-11, вторая 15-12. Во второй половине игры ход событий не изменился. 16-7 и 12-6 в пользу КФУ. Итог 66-36. Победа федерального университета. Больше всего на площадке отличилась Фаиля Галимова. На ее счету 15 очков, 11 подборов и 5 перехватов. После девушек на паркет вышли мужские сборные. Повторить ход игры у парней Казанского федерального университета не получилось. Весь матч шли на равных, однако КАИ постоянно были на 2-3 очка впереди. Все изменилось в заключительной 10 минутке. КФУ разгромили соперника в данной четверти и довели финальный счет до победного. 55-69. Лидером матча стал Алексей Михайлов, набросав в кольцо к Ниту КАИ 24 очка. Сборные Казанского федерального университета и мужская и женская в первом матче против КАИ сумели продемонстрировать весь свой потенциал, весь свой настрой на нынешние турниры. Надеемся, что этот запал эмоций, запал борьбы останется на весь круговой этап и затем на плей-офф перейдет. Финал четырех всегда интересно смотреть и его всегда интересно комментировать. Благо, благо наш канал показывает все домашние матчи Казанского федерального университета в чемпионате АСБ. Так что будем смотреть. Теперь о волейболе. 17 ноября во втором зале КСК КФУ «Уник» состоялся очередной тур Казанской волейбольной лиги. Хозяева Казанский федеральный университет встречался с командой «Академия-2». С самого начала матча команды играли на равных. Но КФУшники за счет ошибок соперника при подаче мяча все-таки смогли взять первую партию, хоть и с таким незначительным отрывом 25-21. Дальше игра только лишь набирала свои обороты. «Академия» зацепилась по очкам во второй партии, но из-за грубых ошибок при блокировке мяча раз за разом теряла заветные очки 25-22. Казалось бы, что победа Казанского федерального университета уже предрешена. Но в третьей партии «Академия» на морально волевых спасает свое положение. Счет по партиям становится 2-1. Казанский федеральный университет явно не ожидал такого развития событий. «Академия-2» выигрывает четвертую партию подчистую – 25-15. В заключительном игровом отрезке матча окончательно дожало противника. Сборную КФУ подкосили ошибки при розыгрыше мяча, что, естественно, шло на руку «Академии», которые после двух обидно проигранных партий в начале матча улучшили свою игру в техническом аспекте. В заключительную пятую партию «Академия» выигрывает со счетом 19-17. 3-2. КФУ терпит поражение на домашней арене. Какой у тебя был настрой на матча? Ну, боевой. Это вторая команда по «Академии», с которой мы всегда ее выигрывали. И я думала, что мы и в этот раз справимся. Но так сложились обстоятельства, что в этот раз мы приняли поражение. Какие ошибки были? То, что нужно тщательнее разминаться, не опаздывать на разминку. И поддерживать друг друга. И больше эмоций проявлять, потому что именно этого нам сегодня не хватило. Сколько силен был соперник? Соперник был сильным. Поволжская Академия, спортсмены. Но мы могли спокойно справиться, потому что мы тоже тренируемся очень тщательно. В концерте была заминка и переиграли что-то. Что было? Ошибка судьи. Он не увидел, что у нас девочка скидывала, выходила со второй линии и скинула. Это ошибка. Он это не заметил. Принял мячик в нашу пользу. И получается, мы выиграли. Но потом решили переиграть. И мы уже проиграли. Что ты в этот момент испытала? Я испытала немножко недоумение. И это сбило меня немного с игры, с концовки. Стадия 1-4 финала на Кубке Университета по мини-футболу завершена. Последние две путевки разыграны. Кто из сборных добавился в четверку лучших к Елабужскому институту, а также к Институту международных отношений, далее в своем обзоре расскажет Ева Семянова. 21 ноября в спортивном комплексе «Бустан» состоялась заключительная четверть финала Кубка КФУ по мини-футболу. В третий по счету 1-4 встречались Институт управления экономики и финансов и Институт психологии образования. В дебюте встречи команды присматривались друг к другу и больше акцент делали на оборонительных действиях. Каном больше контролировал мяч, пытаясь широко разыгрывать свои позиционные атаки. Но какой-то реальной угрозы у ворот соперника ни тем, ни другим создать не удалось. 0-0 к перерыву. Во втором тайме контроль мяча футболистами Уэфа перерос в контроль матча. Рамиль Шеймуратов после сольного прохода все же открыл счет. Таймаут взятый психологами сразу после пропущенного мяча, ситуацию на поле никак не изменил. Еще пять безответных мячей поразили ворота психологов, среди которых еще один гол Рамиль Шеймуратова, дубль Артура Болдырева и дубль Данила Лернера. 6-0 и Уэф четверки сильнейших. В последней игре на этой стадии турниры за проход в четверку сильнейших бились набережный Челнинский институт и Химический институт. Несмотря на статус, челнинцы пропустили первыми. Невынужденная ошибка в обороне привела к выходу 2 в 1, который химики успешно организовали. Однако парни из Челнов сумели отыграться и выйти вперед еще до перерыва. Во втором тайме челнинские футболисты упрочили свое преимущество. Они быстро забили еще два гола и вынудили соперника идти в ва-банк. Однако смена вратаря на пятого полевого помогла отыграть лишь один гол. А после химики посыпались и равный матч за несколько минут превратился в настоящий разгром. Еще пять голов в ворота команд химического института и уверенная победа со счетом 9-2 НЧИ проходит в полуфинал. Поздравляем Институт управления экономики и финансов, а также Набережный Челнинский институт с выходом в полуфинал. И пока у нас есть время, обсудим всю стадию четвертьфинала с главным судьей Кубка университета по мини-футболу Максимом Гавриловым. Максим, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, твоя оценка стадии 1-4 финала? Хорошо, мне понравилось. Несмотря на то, что матчи 1-8 финала показались более напряженными, плюс у нас в 1-8 финале были такие матчи, где нельзя было выделить фаворита. В 1-4 все-таки практически в каждой паре был фаворит. Собственно, они и выиграли, никаких сюрпризов не было. Тем не менее, все команды, все 8 команд показали достаточно высокого качества футбол, поэтому в целом я доволен. Как ты считаешь, все полуфиналисты оказались предсказуемыми или все-таки нет? Ну, если говорить о начале турнира, когда у нас объявили 17 команд, назвать именно, что будут эти 4 команды в полуфинале, представлялось достаточно сложным. Хотя, конечно, мы всегда относим к числу фаворитов и набережный Нинский институт, и институт международных отношений в последние годы у нас в числе фаворитов, как и институт управления экономикой и финансов. Ну, и главный сюрприз — это Елабужский институт, хотя сюрприз — это тоже с натяжкой, все-таки мы их видели достаточно редко. Когда мы их видели, мы были довольны, они тоже всегда занимали достаточно высокие позиции, поэтому сказать то, что это прям сюрприз нельзя. Но в то же время, если бы судьба распорядилась по-другому, Юрфаку повезло бы чуть больше, то вполне мог и Юрфак оказаться в этой четверке. Например, если смотреть четвертьфинал, и забей химики Челном второй, или психологи открыли бы счет первым, тоже неизвестно, как бы матчи сложились. Так что, прям не могу сказать, что это так предсказуемо. Какой матч тебе понравился больше всех, и почему? Ну, сейчас из памяти все, конечно, стирается, но, наверное, институт геологии против Елабужского института, несмотря на то, что он был самым первым, геологи столкнулись у нас с трудностями, у них выбыл капитан команды из-за травмы, плюс их один и тоже из ведущих игроков играл, ну, скажем так, не на уколах, но, тем не менее, не совсем успел восстановиться, это сказывалось, особенно это сказалось в конце. Елабугу тоже в первом тайме имело много моментов, но им где-то не везло, где-то блестяще играл вратарь соперника, но во втором тайме добавили, прибавили, чуточку поменяли игру и сумели все-таки переломить соперника и выиграть. Поэтому, наверное, все-таки другие матчи, ну, и мой тис там, в принципе, в одну калитку был матч. Эконом, институт психологии, психологи блестяще играли, но им явно не хватило скамейки. Экономисты в первом тайме выглядели достаточно вялыми, но сумели добавить и выиграть. И заключительный матч «Химики-Челны» тоже хороший матч. Снова в составе «Челново-Блестяще» играл Романенко Антон, десятый номер, сумел показать результат. Но вот именно в плане борьбы и как развивался матч, я выделю первый наш четвертьфинал Елабуга против геологов. Чего же нам все-таки ждать от полуфиналов? Есть ли какие-то явные фавориты? Лично я жду красивой игры, без травм и без эмоций, ненужных проявлений, грубых слов, посыланий друг друга и судей. Поэтому меньше руганий, больше красивого футбола. Зрители, наверное, все ждут голов. Я же и как судья, и как человек, который давно уже в мини-футболе, жду каких-то новых открытий в плане игры команд разных. Где-то они должны открыть себя по-другому, сыграть по-новому, чтобы удивить соперника. Все матчи у нас в эфире, все в записи, все могут друг друга изучить. Поэтому будет интересно посмотреть, кто же преподнесет сюрприз. Фаворитов выделять не хочу, это не та стадия, на которой принято выделять фаворитов. И все же, какой финал ты хочешь видеть? Обе команды из головного вуза или же все-таки лучшее противостояние Елабуки и Чулнов? Интересный, конечно, вопрос. Я хочу видеть красивый финал и видеть две достойные команды соперницы. А уж кто это будет, это пусть покажут полуфиналы. Очень хочу, чтобы не было серии пенальти. Серия пенальти – это все-таки и это мастерство, и это элемент удачи, но хочу, чтобы команды выявили победителей в основное время. А кто? Пусть доказывают на поле красивой игрой. Спасибо большое, Максим, тебе за беседу. А я напоминаю, что в студии у нас сегодня был главный судья Кубка Университета по мини-футболу Максим Гаврилов. Ну а на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. С вами была Надежда Мещерякова и всем до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова